Все главы государств накануне Нового года обращались к своим жителям с традиционным поздравлением. Владимир Путин впервые поздравил солдат, несущих службу в дни праздников. Алексей Навальный поиграл в президента, уж очень он об этом мечтает. Его выступление тоже не уступает президентскому на фоне Кремля. Хотя поприкалывалась над всеми Ксения Собчак, продолжая изображать из себя челкнутую училку. Ну а самым крутым в этом смысле был Ким Чин Ын. Его выступление больше всего обсуждается в мире. Он сказал, что 2018 год будет КНДР годом массового производства полистических ракет и ядерных боеголовок. Как не вспомнить тут Никиту Сергеевича, который, грозя всему миру, говорил «Мы делаем ракеты, как сосиски». Штаты, продолжал товарищ Ким, уже никогда не осмелятся напасть на меня и нашу Народную Демократическую Республику. Обратите внимание, естественно, самое главное здесь меня, потому что больше всего этот пупс боится за свою собственную ничтожную жизнь. Он сообщил, что вся территория американских империалистов под прицелом стратегических сил КНДР, а ядерная кнопка находится непосредственно на «моем», то есть его столе. И это не угроза, сказал он, это факт жизни. Ну а также после своего выступления почти что в духе Владимира Путина он добавил, что их спортсмены поедут на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, могли бы, конечно, и ракетой вдарить, но пока решили поехать поиграть и посмотреть, как их будут оценивать. Но если вдруг что не так, имейте в виду, кнопочка непосредственно у меня под столом. С одной стороны, он делает шаг, как бы говоря, я готов с вами договариваться, но в другом, конечно же, точно так же, как это делает российский лидер, всячески угрожает миру. Дескать, будем мы клепать ракеты с удвоенной силой, если, конечно, санкции клепалку не сломают. А тем временем, 28 декабря, в Японии очередной рекорд. Выловили очередную лодку с разложившимися трупами со стороны КНДР. Она стала сотая из тех, которые поймали за последние полгода. Об этом мало что говорят, но на самом деле у берегов Японии одно за одно вылавливают судно с заглохшими моторами и сбитыми рулями. Дело в том, что солнечная республика Ким Чин Ина находится в глубочайшем экономическом кризисе, в настоящей гуманитарной катастрофе. Там не только все разрушено, там царствует голод. Съели уже почти всех животных, какие только есть. Например, пожаренная крыса, то, что мы смотрим в фильмах ужасов или фантастика, для жизни в КНДР обычная история. Там дети ловят кошек и крыс, вернее, кошек уже давно не осталось. Не говоря уже о собаках, традиционное корейское блюдо. Толстеи там только маленький Ким, а все остальные пухнут с голоду. У них нет не то, что стройматериалов, необходимых инструментов, одежды. У них там нет вообще ничего. И этот человек, держа всех остальных за идиотов, пытается доказать всему миру, что они способны создать точнейшее баллистическое оружие, готовое достичь берегов Соединенных Штатов. Конечно же, все, без исключения эксперты, понимают откуда дровишки. Вернее сказать, понимают, кто снабжает этого сумасшедшего пупса смертельным оружием. Вот в этом одна из самых ужасных и бесчеловечных ролей Владимира Путина в истории Земли. Для того, чтобы шиконировать Запад, для того, чтобы Запад начал с ним договариваться, для того, чтобы иметь разменный козырь до конца игры, Владимир Путин устраивает весь этот шантаж руками Ким Чин Ина. Ни у кого не вызывает сомнения, откуда эти КНДРские ракеты и ядерные боеголовки, кто их изобрел, поставил и кто науськивает этого пупса, рассказывая ему, что чем больше он будет шантажировать мир, тем больше риса он получит от китайцев. В этом смысле Россия и Китай находятся в некотором сговоре, потому что для Китая эта зона тоже необходима как буферная и зона договоренности с Соединенными Штатами. Сейчас поговаривают, что китайцы наконец договорились с Ами и будут все меньше и меньше поставлять туда продовольствия, а может быть помогут в конце концов скинуть корейского карлика. Но будет ли так на самом деле, либо Китай до конца будет нагнетать обстановку, мы посмотрим в 2018 году. Лично я в этом смысле поддерживаю экспертов, которые видят очень серьезную угрозу со стороны этой маленькой страны. В феврале месяце начнутся серьезные санкции в отношении России и здесь угрозы Ким Чин Ина будут звучать все громче и все острее. Но все мы прекрасно понимаем, что за голосом этого играющего роль сумасшедшего пупса на самом деле находится вот этот человек. Вы можете поверить, что они что-то создали. Есть некая внешняя часть, которая показывается очень редким гостям, точно как в Советском Союзе, создают картинку благоденствия. И есть настоящая Северная Корея, умирающая от голода, погрязнувшая в нищете, болезнях, невежестве. Потому что в школах школьная программа лишь учит детей считать и писать кое-как. Больше ни на что корейцы не способны. Что же касается лодок у берегов Японии, дело в том, что за неимением продовольствия в КНДР, голодая, несчастные корейцы делают хоть какие-то суденышки, выходят в море в надежде хоть что-то поймать для пропитания. А так как это в основном непрофессиональные маяки, плюс плывут в суденышках, не приспособленных для суровых океанских условий, они естественно погибают. И так каждый раз японцы вылавливают по 3-4 обглоданных трупа. И 28 декабря они объявили о том, что выловили 100-е судно. Говоря при этом, что они уверены, утонуло в два раза больше. Это говорит лишь о том, что Владимир Путин готов идти до конца. И что он еще не раз в этом году, как ощетинившаяся крыса в углу, будет скалить зубы. Субтитры создавал DimaTorzok